Проблема неуплаты за коммунальные услуги сегодня стоит особенно остро. Задолжать кругленькую сумму не так уж и сложно. Достаточно не платить за жилье несколько месяцев. Сначительную часть должников составляют незаконно проживающие граждане. Чаще всего к таким и приходят судебные приставы. Долги взыскиваются в принудительном порядке. В городском поселении Кубенко судебные приставы посетили четыре квартиры. Подъездную дверь открывают соседи злостных неплательщиков. Общая сумма задолженности хозяев недвижимости составляет почти 400 тысяч рублей. Проблема в том, что только по одному филиалу Кубинский перед нами должны 278 миллионов. Больше 278 миллионов. Это с учетом того, что уже порядка 10-15 миллионов взыскано и люди добровольно уплатили. Но проблема заключается в том, что из-за того, что люди не платят, мы не можем нормально обслуживать дома. Как показывает практика, жильцов нужных квартир зачастую дома не застать. Но на этот раз рейд удался. Трое из четверых хозяев, хоть и с неохоты, но все-таки открыли двери представителям органов власти. У одного из неплательщиков сумма долга составила уже 206 тысяч рублей. В разговоре с приставами он высказал свое нежелание платить деньги управляющей компанией, но пообещал, что в течение нескольких месяцев все-таки погасит задолженность. В противном случае судебным приставам придется описывать и взыскивать имущество. По Одинцовскому районному отделу судебных приставов примерно около 2000 исполнительных производств в отношении должников и взыскания коммунальных платежей. Даже если получается пару, два-три месяца, если должники не оплачивают, это уже получается существенный долг. Потому что есть всякие бывают причины. Кто не хочет оплачивать принципиально по какой-то причине. У кого, ну, кто является безработным, у кого нету денежных средств. Соответственно, после чего управляющие компании по жилищному коммунальному хозяйству обращаются в суды, в суды выносят исполнительные документы. После этого документы исполнительные попадают в службу судебных приставов. И потом уже судебный пристав исполнитель выносит решение об откате или возбуждении исполнительного производства. Имущество, которое можно было бы арестовать у должников, как правило, отсутствует. Однако у одного из злостных неплательщиков все-таки описали компьютер и телевизор. За растрату, потерю имущества вам будет грозить уголовная ответственность статья 312 Уголовного кодекса. То есть, что описано? Да, то, что описано, никуда девать нельзя. Олеся Джабулда подчеркнула, что существует две категории должников. Те, которые ведут асоциальный образ жизни, и те, кто сознательно отказывается платить деньги. Если, соответственно, мы проведем планы этих мероприятий, принудительных мер, если, соответственно, у должника ничего нет, тогда мы выходим в адрес и составляем на автописи ареста имущества, что потом путем реализовывается. И сумма от реализованного имущества уходит в счет погашения задолженности по коммунальным платежам. В итоге неплательщики пообещали в кратчайшие сроки погасить свои долги, а судебный пристав призвала всех оплачивать коммунальные услуги в срок, иначе последствия могут быть необратимыми. Дело может дойти даже до выселения из квартир. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.